здравствуйте дорогие друзья в этом заключительном видео посвященном эксцитативному воспалению очень кратко поговорим о таких видах воспаления как геморрагическое и катаральное итак геморрагическое воспаление самого начала следует сказать что геморрагическое воспаление не рассматривать в качестве отдельной разновидности эксцитативного воспаления а скорее как дополнение к уже имеющимся формам воспаления таким как серозная фибринозная или гнойная в основе развития геморрагического воспаления лежит резкое повышение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла под действием возбудителя его токсинов или продуктов жизнедеятельности а также за счет высвобождающихся медиатора воспаления как результат в очаг воспаления выходит большое количество форменных элементов крови главным образом эритроцитов которые впоследствии подвергаются геморрагическое воспаление является преобладание в эксудате эритроцитов еще одним важным моментом является как правило незначительное количество в эксудате нейтрофилов это связано с нарушением процессов хемотаксиса и миграции клеток воспаления при развитии геморрагического компонента в качестве общей характеристики эксудата при геморрагическом воспалении как уже было сказано ранее выступает преобладание в эксудате эритроцитов с относительно небольшим количеством клеток воспаления течение геморрагического воспаления как правило острая с достаточно специфической этиологии это либо особо опасные инфекции такие как чума сибирская язва и натуральная оспа либо тяжелое течение респираторных вирусных инфекций таких как грипп или пары грипп также в эту группу можно отнести и заболевания относящиеся к вирусным геморрагическим лихорадкам данное воспаление может возникать практически в любых органах и тканях и на фоне выраженного полнокровия сосудов наблюдается формирование эксудата с большим количеством эритроцитов при этом исход данного воспаления как правило неблагоприятный это связано как с особенностями течения конкретных заболеваний так и с возможными осложнениями геморрагического воспаления в качестве иллюстрации на данном макро препарате представлен участок легкого с поражением виде геморрагического воспаления в данном случае представлена крупозная пневмония в стадии так называемого красного опеченения пораженная область легкого плотная безвоздушная приобретает красный цвет вследствие присоединения геморрагического компонента на фоне фибринозного воспаления в частности крупозного на микропрепарате также представлен участок легкого однако в данном случае это геморрагическое пневмония вызвано вирусом пара гриппа характер иксудата серозно-геморрагический на микропрепарате видна небольшая артерия мелкий бронх или бронхиола с признаками деструкции петеля при этом альвеолы заполнены иксудатом состав которого входит большое количество эритроцитов с лишь единичными лимфоцитами и дистеоцитами как исход эритроциты во внесосудистом русле будут подвергаться гемолизу с образованием гемосидерина с его последующим поглощением макрофагами катаральное воспаление также как и геморрагическое катаральное воспаление не является самостоятельной формой эксудативного воспаления а проявляется в сочетании как правило либо с серозным либо с гнойным воспалением само название этого воспаления произошло от греческого катаро стекать что определяет его основные особенности существует две таких ключевых особенности во первых в эксудате в обязательном порядке присутствует слизь а во вторых гиперсекреция слизи определяет истечение эксудата с поверхности слизистой оболочки с его последующим удалением подобная реакция со слизи образованием является по своей сути защитной представляет собой не специфический иммунный барьер и способствует удалению к судата вместо его накопления в ткани в целом катаральное воспаление является одним из наиболее частых если не самым частым видом эксудативного воспаления это связано с тем что секреция слизи является обычным и естественным ответом слизистых оболочек на повреждения именно поэтому воспалительные процессы на слизистых оболочках проявляется в первую очередь именно катаральным воспалением примеров можно привести очень много например это катаральный бронхит катаральный гастрит и так далее как уже упоминалось ранее обязательным компонентом эксудата является слизь другие особенности будут зависеть от характера воспаления то есть по сирозному или гнойному типу при этом катаральное воспаление может быть как острым так и хроническим с очень широким спектром этиологических факторов от инфекционных агентов и аллергических реакций до различных физико-химических воздействий учитывая особенности катарального воспаления важно помнить что данный вид воспаления возникает исключительно на слизистых оболочках морфологически в обильном эксудате на поверхности слизистой оболочки определяются лейкоциты слущенные клетки эпителия и слизистых желез при этом слизистая оболочка отечно гиперемирована наблюдается инфильтрация лейкоцитами плазматическими клетками в эпителии может появляться много бакаловидных клеток наконец исход катарального воспаления особенно острого практически всегда благоприятны при хроническом воспалении могут развиваться атрофические или наоборот гипертрофические изменения слизистой оболочки в качестве иллюстрации на данном макро препарате представлен желудок его слизистая отечно полнокровно местами определяются мелкие эрозии эксудат белесовато-желтого цвета в данном случае изменения отражают острый гастрит бактериальной этиологии микроскопически в просвете желудка виден обильный эксудат включающий себя слизь слученные эпителиальные клетки а также значительное количество полиморфно-ядерных лейкоцитов то есть нейтрофилов по сути данные изменения характеризуют воспаление как катарально-гнойным таким образом и геморрагическое и катаральное воспаление не являются отдельными видами эксудативного воспаления а развиваются на фоне других форм воспаления как правило серозного или гнойного в качестве основной характеристики геморрагического воспаления выступает преобладание в эксудате эритроцитов вследствие резкого повышения сосудистой прониценности в качестве заболеваний при которых может наблюдаться геморрагическое воспаление, выступают некоторые особо опасные инфекции, такие как чума и сибирская язва, например, тяжелые респираторные вирусные инфекции, а также геморрагические лихорадки. Катаральное воспаление характеризуется обязательным наличием слизи в эксудате, а также истечением эксудата с поверхности слизистой оболочки. Данное воспаление вызывается различными этиологическими факторами с, как правило, благоприятным исходом. Продолжение следует...